Студия 89,9. Концертный зал. Ведущие Александра Хайрулина и Роман Шахов. Здравствуйте, уважаемые друзья, уважаемые дамы и господа. Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ. Четверг, шесть вечера. По традиции, в это время у нас начинается живая музыка и живые беседы. В эфирной студии Александра Хайрулина. Роман Шахов, друзья, здравствуйте. Мы рады сообщить сегодняшний концертный зал имени Брэндона Стоуна. Брэндон, привет. Привет. Добрый вечер. Пять быть сегодня здесь с вами. Мы очень рады, тем более, что о твоем сольном концерте мы вроде разговаривали давно и мечтали давно, и наконец-то он сегодня состоится. Друзья, кто вдруг по какой-то причине, уважительно, разумеется, нас не смотрит, сейчас ослушает, рассказываем Брэндон не один. Сегодня с командой, с музыкантами. Да, с музыкантами. Расскажи, вы будете помогать? Сегодня со мной по правой стороне мой гитарист Алексей Ершов. Леш, добрый вечер. Парабанщик Антон Линков. Антон. И, конечно же, Артем Латухин, бас-гитара. И, конечно же, Артема тоже планирует. И потому что ребята со мной играют очень много лет, и мы дружим, и очень рады, что они сегодня здесь со мной. Пятиструнная бас-гитара. Ну, я сегодня сам на клавишах, как и всегда. Молодец, конечно. Зачем тратить деньги еще на пианиста какого-нибудь, да, правильно? Необычно, просто так, как я сам играю, даже дело не в день. Я понимаю, я шучу, да. Друзья, Ром, мы же должны радостную весть сообщить. Конечно. О том, что 15 апреля у вас, у каждого есть возможность лично поприсутствовать на выступлении концерта. Не то, что сейчас там в телеэкране или в приемнике вы сможете уже в кресле, в зале концертном аплодировать, вот это все. Где будет концерт? Приглашай, Брэндон. 15 апреля, Театр Золотое, кольцо Надежды Кадышевой на улице Тиммерязевская, 17. Мой сольный концерт, наконец-то, мой творческий вечер. Будут много друзей, много певцов. Вахтанг, конечно же, будет. Не пугай так, потому что иначе все подумают, значит, сам Брэндон споет две песни, все остальное время займут друзья. Два часа и полчаса остальные будут петь друзья со мной вместе. То есть, смотри-ка, два отделения получается, да, с антрактом? Нет, мы сделаем это все одним отделением, потому что очень не люблю антракты. Я думаю, что лучше, чтобы все сделать на одном дыхании, прям, чтобы было красиво. Поэтому пригласил своих друзей, мы будем все петь дуэтами, то есть никто один петь не будет. Поэтому я все время буду на сцене. На сцене, нюхайд. Ты этот концерт решил приурочить к чему-то? Может быть, не знаю, дата, выход, чего-то? Или это просто весенний концерт для поклонников? Это именно мой первый сольный концерт после проекта «Голос». Вот, поэтому приурочить я решил просто, чтобы сделать сольный концерт. Мы долго думали с датой и, наконец-то, решили, что это будет воскресенье, потому что я очень боролся со своим менеджментом. Они все хотели суббота, пятница, четверг, а я очень хотел воскресенье, потому что знаю, что это день, где все там потусили, отдохнули, никто никуда не спешит, пробок нету. Можно на Тимирязевскую улицу добраться без пробок, поэтому я считаю, что воскресенье очень хороший день, чтобы прийти на концерт. Ты знаешь, да? А мне вот одна артистка недавно буквально сказала, говорю, а почему в воскресенье у нее концерт? Она говорит, ну, потому что все топовые концерты по воскресеньям только проходят. А вот это я не знаю насчет топовых. Теперь ты знаешь, что у тебя топовый концерт. Так выбрал этот день. Кстати, Казанова, Нина Шацкая, Вахтанг и не только, правильно? И не только. Вот. Я вот сегодня спонтанно решил, что со мной будет петь замечательная певица Людмила Соколова. Ух ты. Она участвует в концерте со мной, что я влюбился в ее песню сегодня и пригласил ее спеть со мной эту песню на концерт. Замечательно. И обязательно будут мои друзья из проекта «Голос». Это Торникек Ви Татьяне, Георгий Меликишвили и Нодаревия, которые исполняют со мной классные грузинские песни. Начнем мы нашу музыкальную часть с какой песни? С грузинской? С английской? С грузинской, я думаю, не начнем. Давайте начнем с песни «Моя Мадонна». Давай? Давайте. Это песня, которая была написана очень-очень давно. Но так как сегодня со мной живая группа, я же могу исполнять песни, которые очень давно не пел. И сегодня песня для вас называется «Моя Мадонна». Словно виденье в толпе давно знакомой Я вдруг увидел тебя, моя Мадонна И с той минуты в голуби с небесдонной Я утопаю в твоих глазах, Мадонна Постой, не уходи, моя капризная девчонка Сердце в моей груди тебя увидит, пьется звонко И я теряюсь, смотрю ей вслед завороженно Постой, не уходи, не исчезай, моя Мадонна Проходишь мимо, меня не замечаешь И на улыбки мои не отвечаешь Но в своем сердце ты знаю одиноко Как подойти к ней, моя ты не дотрога Постой, не уходи, моя капризная девчонка Сердце в моей груди тебя увидит, пьется звонко И я теряюсь, смотрю ей вслед завороженно Постой, не уходи, не исчезай, моя Мадонна Я в бликах солнца Ищу тебя повсюду И чистых глаз тех, я знаю, не забуду Хочу признаться тебе, как у иконы Что мое сердце у твоих ног, Мадонна Постой, не уходи, моя капризная девчонка Сердце в моей груди тебя увидит, пьется звонко И я теряюсь, смотрю ей вслед завороженно Постой, не уходи, не исчезай, моя Мадонна Постой, не уходи, моя капризная девчонка Сердце в моей груди тебя увидит, пьется звонко И я теряюсь, смотрю ей вслед завороженно Постой, не уходи, не исчезай, моя Мадонна Постой, не уходи, не исчезай, моя Мадонна Постой, не уходи, не исчезай, моя Мадонна Браво! Брэндон Стоун, программа «Концертный зал» Это лучшая песня про Мадонну со времен Мадонны Александры Серовной, кажется Мне сейчас кажется, что даже Леонид Агутин поставил тоже лайк Но, спасибо, спасибо Скорее всего Слушай, и Рома ты стал танцевать с первых аккордов буквально Что значит действительно о том, что такой весенний классный трек Как говорится, исподволь? Вопрос к тебе вот какой Будет ли какая-то танцевальная группа у тебя 15 апреля? Нет, танцевальной группы не будет Я как-то решил их не брать Брэндону не нужно этот отвлекающий маневр Будет много музыкантов на сцене Сколько, кстати, будет музыкантов? Расскажи Потому что здесь вас четверо, а вот на концерте Здесь четверо, будет плюс еще один человек, который играет на синтезаторе Еще будет перкуссионист Плюс я думаю, что я приглашу еще девочек из Госпеля Я услышал, кстати, недавно сидел, была музыка в метро Я сидел в жюри, вот Леша меня пригласил И там были девочки, прям пели, как будто Госпель-хор был Американский, как будто из церкви Прямо обалденно Я подошел, говорю, слушай, если мы что-то придумаем Обязательно Я говорю, вострою, нас из семеро И двенадцать, нас из пятнадцать Сколько надо? Ладно, я посчитаю бюджет Сколько смогу? В результате, на сколько хватило у тебя? Я еще не знаю, надо с ними поговорить Но думаю, человек десять, наверное, надо пригласить В общем, смотри, Брэндон Стоун, группа и хор Группа и хор Отлично Хор вместо танцовщиц Хорошо Брэндон, дорогой, скажи, пожалуйста Как изменилась твоя жизнь после «Голоса»? Мы все знаем, что ты до этого был очень известный И нами любимый артист Да, ну понятно, про «Голос» Там мы первый канал, сделали свое дело И еще большее количество людей узнали о тебе Полюбили тебя Ну и вот ты теперь, как уже практически победитель «Голоса» Ну, для многих ты победитель Спасибо Как складывается твоя жизнь? Ну, произошли какие-то изменения? Скучаешь ли ты по метро? Скажи Я не ездил, если честно, я должен признаться, я даже и до «Голоса» Метро-то был всего раза пять, наверное Оно есть, поверь, да Нет, я так понял Это благодаря проекту «Музыка в метро» Почему в метро не хожу? Потому что многие коллеги жаловались, что после метро они простужаются Потому что там бактерии и то все Да, это правда, конечно Я тоже, кстати, два раза, как только в метро спускался Ух ты, подхватывал все Да, подхватывал, видно, потому что, ну, столько людей И не ездил на метро Поэтому, скажем, метро Не повлияло Не изменилось Что же изменилось, расскажи Что же изменилось? Ну, конечно же, то, что появилось очень много фан-групп в Инстаграме Которые меня не знали до этого Узнали после проекта «Голос» Зашли в мою биографию Оказалось, что у меня столько песен написано Вот именно Скачали себе, сделали фан-группы Огромное спасибо Вот их сейчас очень много Они прям сами пишут, сами выставляют те фотки, даже которые я сам не видел в жизни Поэтому очень приятно Столько узнал нового про себя Столько нового, да, сам не знал Очень много съемок, много концертов Да, это и журналы, правда В смысле чаще и чаще можно встретить Проект «Голос» сделал огромную-огромную прям трамплин Огромный для меня За что огромное спасибо И, конечно же, еще лично спасибо Леониду Агутину Который все-таки дал мне спеть те песни, которые мне подходят Действительно Друзья, и еще кое-что появилось, так сказать, в биографии Вахтанга теперь Он даже исполняет гимн Российской Федерации Ты имеешь в виду Брэндон? Брэндонстон, да, разумеется Ну, Вахтанг так часто со мной рядом, что уже и Вахтанг рядом Да, кстати, наверное, он сейчас смотрит, почему я сказала Он лыкает уже, Саша Он лыкает уже, Саша, не просто смотрит Ты что? Он лыкает Я очень хочу поговорить об этом Об твоем исполнении, гимна Но сейчас нам говорят, что нужно следующую композицию И это точно будет не гимн Это будет не гимн Я так понимаю Да, а это будет Раз ты уже сказала Вахтанг То давайте один спою песню «Анна» Второй раз икнул Вахтанг Но это ваша очень удачная работа совместная Я мечтал, что в ночи были не одинокими Кажется, услышали меня в небе ангелы Я и она, я не один Снова мир вокруг стал состоять из двух половин Там, где она, рвется струна И я теряю контроль Над самим собой Над своей судьбой В этом, в этом рот Что за ерунда, что за глупости Ведь она моя Ты меня прости И не грусти Мне она не меньше в любви клялась Не могу поверить, что меня предаст И навеки поссорит нас И все со мной, кто слушает Она кофе готовит по утрам Она и одеяло пополам Она вновь сумасшедших идей полна Она 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 Ты, наверное, ошибаешься, брат Но, поверь, я в этом не виноват Просто есть со мной лучше, чем с тобой Я теперь ее герой Как бы ни так, ты мне не враг Предупреждаю тебя, красота и власть Это шанс пропасть, знаю, знаю я Отражаюсь с ней, словно в зеркале И проблемы все как бы мелкие Когда я с ней Помогла самим мне собою стать И ее ты хочешь у меня отнять Но моя к ней любовь сильней Она кофе готовит по утрам Она и одеяло пополам Она вновь сумасшедших идей полна Там, где она, рвется струна И не моя, не твоя, в том вина Чтобы друзьями нам оставаться Уже она примет решение Я или ты, ты или я Это решает она пусть одна Она кофе готовит по утрам Она и одеяло пополам Она вновь сумасшедших идей полна Она, она, она только моя Моя, моя, моя Браво! Брэндон Стоун, друзья 15 апреля Сольный концерт в Москве В театре Золотое кольцо Обязательно приходите Спланируйте воскресенье Только что вы узнали, что у Брэндона Может быть еще и театр музыкальной пародии И, впрочем, спасибо тебе за это Ну, в общем, да Очень здорово сделал, очень Мы тебя поздравляем И, Вахтанга, поздравляем с вашей новой Очередной совместной работой Под названием «Брат Крип» уже в нашем эфире Да, но вот какого-то комментария Короткого, может быть, рассказа о том Как все происходило Как все снялось удачно Сразу же или нет Как быстро Мы как раз и ждем от тебя сейчас Чья песня, брат? Чья песня? Наша общая песня Мы ее сочинили Кстати, не хотели делать уже никакой дуэт Потому что сидели в студии И думали про сольную песню Вахтанга И тут я вот начинаю Опять получился дуэт Наигрывать аккорды И он начинает петь сверху мелодию Я говорю, слушай, по-моему, очередной хит Надо что-то делать совместно Он говорит, ладно, мне нравится Давай думать И я говорю, давай только думать Опять про продолжение Потому что люди уже ждут Какое-то продолжение песни Она, Метель И прям продолжение случилось Я говорю, давай Мы же с тобой братья Братья Вот Давай Я тебе девушку отдал в Метели? Отдал Вот Я говорю, давай теперь она тебе нервы будет трепать А ты со мной будешь советоваться Что и есть на самом деле Все уже вырисовывается Просто целый мюзикл какой-то И вот я прям советую ему Я даже, скажем, не советую Просто следуй сердце своему Я тебя во всем поддержу А он мне говорит, что она из ничего делает прям бурю Я говорю, ну это все женщины Они такие нормальные Если хочешь и любишь, то надо ее Держать ее и просто следовать своему сердцу Вот такая песня получилась, брат Отличная песня, отличный клип Поэтому вы, пожалуйста, надеюсь, на этом тоже не завяжете с этим делом дуэтным И продолжите, да, в этом направлении Сейчас пока эту песню пустили в эфир Конечно, надеюсь, в следующий раз придем споем уже вместе Я решил сегодня не исполнять ее один Вот, поэтому Мы пока клип покрутим, не переживайте Я, кстати, знаешь, что жду? Когда, наконец-то, она что-нибудь споет Может быть, какая-то девушка возникнет А я потом и чудо поем, понимаешь? А я кофе готовлю по утрам Ну а почему нет? Ты подожишь? С третьего лица Брэндон, ты обещал мне рассказать про исполнение гимна Да Ответственная и серьезная история Что это было за матч? Вдруг кто-то совсем не следит за спортивным миром? Я вообще не следил за спортивным миром Пока мне не предложились петь на хоккейном матче CSKA против Йокерит Финляндия Понятно? На секундочку Гимн России Я говорю, вау, какая ответственность Но это, правда, честь большая Да, я очень не хотел петь гимн, который есть на самом деле Потому что страшно Там весь оркестр записан Он такой грозный, серьезный Я его взял и переделал чуть-чуть под себя Сделал так, как я обычно пою свои песни Чтобы получилось душевно Но я говорю, ну... Но тебе же предложили не просто так, поэтому и думали, что ты так сделаешь Не знаю, может быть, я просто предложил свою версию Им понравилось Я спел гимн Она очень хорошая была И отзывы... Я только положительные Да, я потом начал читать отзывы Так проникновенно, так искренне То есть гимн как-то по-другому совершенно заслужил Мне самому гимн так понравился, что надо его вообще записать, сделать полностью Я же всего один куплет пил А их там три куплета И я сделаю обязательно такую версию гимна Человечный, подобрее получился Вот не такой торжественный Вот он поближе Ну, он должен быть, конечно, торжественный Но если я его пою, хочется сделать все равно свою версию Я вообще все делаю под себя Потому что я считаю, что если ты уже переделываешь песни Любые чужие песни даже надо сделать так, чтобы он тебе подходил А не просто скачать минус и спеть наверх Это не очень правильно, я считаю, для музыкантов Поэтому если ты уже делаешь чужие Особенно гимн Российской Федерации Надо подойти к этому серьезно Я подошел, сидел, думал, как правильно сделать Чтобы и себе было хорошо, и всем комфортно И вроде удалось Дорогой Брэндон, если поступит предложение на чемпионате мира Исполнить гимн С удовольствием Только тогда, конечно, исполню все три куплета Их надо еще выучить Потому что выучил я только вроде Один? Время еще есть Так что ты на всякий случай все-таки почитывай перед словом Да, это правда Не так давно у тебя состоялась еще одна знаменательная в жизни такая встреча Может быть, даже жизнь твоя разделилась на до и после Ну, ты сейчас расскажешь, если вдруг так случилось Это, конечно, конечно же, это Хрюша Хрюша Спокойной ночи, малыши ты принял участие, да? Да Откуда вы знаете? Мы знаем, мы читаем твой инстаграм Мы смотрим, хорошо, эту программу Зачем тебе? Я читаю инстаграм, я уже сплю, когда Хрюша наступит Знаешь, это же мечта детства Вместе с Хрюшей пожелать всем женщинам С 8 марта поздравлял С 8 марта поздравлял, да Когда пришел в эфир Сразу вспомнил все свое детство Как меня мама ожидала только этого мультфильма Чтобы покормить Ложкой так стояла Мне же тогда не было ни видео, ничего Нельзя было перемотать интернета И все ждали Степашу, Хрюшу И мама стояла уже с ложкой на готове Кто любимый был из них? У меня Хрюша как раз и был Хрюша был Он самый задиристый Больше Каркуша, Степаша, да Филя А еще кто-то был Филя был Филя тогда не было Он больной, оказывается, был Дома лежал Поэтому только Хрюша был Ну скажи, хороший парень в жизни Хрюша Обалденный Вот у меня записи У него, кстати, свой инстаграм И там много подписчиков Вот, я подписался, конечно, тоже, слежу Круто! Вообще классно Мечты детства исполняются Мы тебе даже немножко завидуем, конечно Честно скажем Пойдем в следующий раз Вместе пойдем Хорошо Исполнять мечты детства Договорились Следующий номер музыкальный Что это будет за произведение? Следующий номер Все спонтанно Поэтому давайте исполним медленную песню Примера у нас будет попозже Песню «Бьется сердце» Классно Как мало в жизни нужно Если рядом ты С тобою просыпаться И на двоих мечты Как мало в жизни нужно Если кто-то ждет тебя Но разве можно любить Кого-то так сильно Если она не твоя Бьется сердце бесполезно Не найду себе я места Все вокруг напоминает о тебе Бьется сердце бесполезно И я знаю, если честно Ты ведь тоже вспоминаешь обо мне Стой, глаза закрой Бьется сердце рядом с тобой Стой, глаза закрой Бьется сердце рядом с тобой Как мало в жизни нужно Закрывай глаза Позьми еще немного Скоро тебе пора Как мало в жизни нужно Знаю я, любовь моя Но разве можно любить Кого-то так сильно Если она не твоя Бьется сердце бесполезно Не найду себе я места Все вокруг напоминает о тебе Бьется сердце бесполезно И я знаю, если честно Ты ведь тоже вспоминаешь обо мне Что такое любовь Что такое любовь Если в жизни расстричай Настоящую любовь То разве можно ее упускать Только потому что суждено Бьется сердце бесполезно Не найду себе я места Не найду себе я места Любовь Стой, глаза закрой Стой, глаза закрой Студия 89 и 9 Концертный зал Концертный зал С Александрой Хайрулиной И Романом Шаховым Дамы и господа Продолжается программа Концертный зал Сегодня на телерадиоканале Страна ФМ Брэндон Стоун И его музыкальная команда Если у вас есть вопросы К Брэндону Оставляйте их в контакте Страна ФМ У нас есть специальная публикация Посвященная визиту музыканта Ух ты, как круто 15 апреля будет сольный концерт В театре Золотое кольцо Не устану всех Зазываем Конечно Настоятельно рекомендую Потому что такое событие Пропускать не стоит Я уже думаю Я уже думаю После этого Жизнь действительно Может стать еще ярче Счастливее И радостнее Что у тебя из планов Дальше? Что у меня из планов дальше? Давайте подумаем Следующий сингл Обязательно Который уже написан Записан То есть мы сегодня Представим мой новый Я уже записал следующий Вот Мне прямо Муза посещает Слава Богу Да-да-да И есть чем поделиться В планов Очень хочется Конечно Еще одного Огромного Еще сольного концерта В Олимпийском Вот это Я надеюсь На следующий год Я себе Надумал Вот Но Я думаю Театр Золотое кольцо Кстати Очень-очень Красивый Такой камерный Поэтому сначала Начнем с него Все-таки Первый сольный концерт После проекта Голос Еще много Очень интересных Дуэтов Будет Это дуэт С Ниной Шацкой Которую Недавно я написал Песню И мы исполнили Познакомились в Наголосе Как раз тоже с Ниной Замечательная Замечательная женщина Умнейший человек Прекрасная певица Красивая певица Эффектная Да Эффектная женщина И мне очень приятно Что мы прям Сработались Сдружились И пригласил Конечно же Ее на концерт А у вас еще пока Дуэтов нет Совместных Да С Ниной нет Мы же только Начали дружить Потому что Голос закончился Только в декабре И мы со всеми Участниками Дружим Общаемся Но с Ниной Так получилось Как-то что Прям с первого же момента Искра пробежала Между вами Творческая 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 Что касается Пластинки На восемнадцатый год Что как вообще Пластинка обязательно Потому что я сейчас Собираю материал Я знаю что Обычно вот сейчас Артисты не выпускают Пластинки Потому что Выходит сингл Потом сингл Потом сингл Но вот Мне нравится Как делает Леша Чумаков Он синглы выпускает После того Как выпустил Пластинку То есть сначала Выпускает Сразу двенадцать песен И потом из них синглы Вообще так надо делать Это правильно Но Я обязательно сделаю К концу года Полный альбом Выпущу его И представлю еще Много-много Новых Красивых То есть Возможно там будет Дуэт с Ниной Шацкой По-любому Он будет Потому что Он уже сделан Его надо только Успеть записать Потому что При плотном графике Мы вообще Ни она Ни я Не успеваем Прийти в студию Вот Плюс Интересные очень Песни Написал Для Замечательного Певца Эмина Агаларова Который Скоро еще Выпустит Через месяц Наверное Их даже Несколько получается Их несколько Но это Которое выйдет Это прям Очень интересно Я не буду Сейчас Афишировать Что это Ну хорошо Оставим Это право За Эмином Да Брэндон А скажи Пожалуйста Это Тая история Когда он Тебя попросил Написать Ему И ты Конкретно Для Эмина Писал Эти песни Или Эти песни У тебя Уже Были Или Ты Сам Хотел Спеть Ну Ладно Друг Отдам Тебе Нет Так Я обычно Не делаю То есть Если Я знаю Что я кому-то Пишу Я пишу Только для него Для исполнителя И в этом случае Конечно же Я знал Что это будет Для Эмина И поэтому Песни Которые я писал Для Эмина Они были Специально Написаны Для него То есть Не для меня Я знаю Если я себе Пишу То я себе И оставляю Следующая песня У нас Какая Следующая песня Мы решили Будет Веселая Под названием Все мое Все мое Все мое Все мое Я не знал Я не знал Ни печали Ни тревог Ни забор Я не ждал Я не ждал Что меня Такое Счастье Найдет Красивая Стильная Дерзкая Достоинств Не перечесть Мне говорит Принимай меня Как есть И что же Надо такого У нас говорить Все при мне И все мое Все мое Все мое Остальное Лишь вранье Все мое Все мое Все мое Не хочу Не хочу Спорить снова Со своей Судьбой Я кричу Я кричу Что родился Под счастливой Звездой Красивая Стильная Дерзкая И мой Покой Забы Не улыбаясь Снова Говорит О да Все при мне И все мое Все мое Все мое Все мое Остальное Лишь вранье Все мое Все мое Все мое Еще раз Все при ней Все мое Все мое Да все мое Остальное Лишь вранье Все мое Все мое Все мое Я знаю все при мне И стою я того Чтобы меня могла ты выбрать одного И пусть пытаются другие увлекать Но ты со мной Я буду повторять Все при мне и все мое Все мое Да все мое Остальное лишь вранье Все мое Еще раз вместе со мной Все при мне и все мое Все мое Все мое Остальное лишь вранье Все мое Все мое Все мое Даже не сомневаюсь Это прекрасно Брэндон Стоун, друзья Программа «Концертный зал» Расскажи, пожалуйста, дорогой Брэндон Есть у тебя еще один дуэт С женщиной, с девочкой маленькой Соня Укупник Да Мы видели это Расскажи, как началось это сотрудничество Будет ли продолжение какое-то у него Да, будет Потому что Мне писала Наташа Укупник Мама Она говорит Слушай, так хорошо пошло Давай следующий дуэт Это было так Мы были в Латвии И у Соньки был день рождения И... Не все знают Сколько Соньке лет, скажи Соньке? Семь лет Вот, семь лет Семь лет, Сонечке Вот И ей исполнилось как раз Исполнялось семь лет И позвонил Аркадию Укупник И сказала Давай-ка мы на день рождения Если ты сможешь Запишем дуэт Сони Я говорю С большим удовольствием Хороший подарок Я был как раз в Латвии Мы пошли в студию Записали дуэт Вот И на день рождения Потом уже исполнили его На ее день рождения Но я же не знал, что Это же Аркадий Укупник все-таки Вот Что эта песня вдруг На новогодние все вечера Потом на первый канал Вот И мне звонят Говорят А слушай, ты что На первом канале Исполняешь? Я говорю Я вроде бы не снимался Оказывается Они песню поставили На первую передачу И там На новогодние огоньки В общем Было очень приятно Везде видеть себя Соня И всем очень понравилась Эта песня Как мы исполнили Сонечка вообще молодец Очень талантливая И мы решили Что мы обязательно споем Еще одну песню И наверное это будет Beauty and the Beast Из musical Так что вот так Продолжай свое трудничество Да, почему нет Легендарный папа Также Дочка замечательная Я с большим удовольствием К тому же я Если честно Рос на песнях Аркадия Укупника А на чьих еще ты песнях рос? Подожди На чьих еще Ромочка сейчас ответим Но если конкретно Все-таки про Укупника Продолжай разговор Я на тебе никогда Не женюсь Скажи Это твоя любимая песня была? Наверное да Я лучше съем Передзаксом свой паспорт Вообще-то я рос на Майкла Джексон На Стиве Уандере И на всех Битлзах И все-все что Но я очень любил Еще отдельно русскую эстраду Слушать Слушать И почему-то мне попалась Это кассета Тогда еще кассета была Кассета в руки И вот первое то Что я услышал Это была По-моему Рита-Рита-Маргаритка Да И потом я на тебе Никогда не думаю Прикольно А мне папа кричал Ты что такое Слушаешь такие песни? Нельзя Я говорю Папа Мне нравится То есть под страхом Ремня фактически Брэнда Я признался Аркадию Что папа не разрешал А я слушал Все равно Видишь И с Аркадием Как-то познакомились Все не просто так в жизни Происходят Да Где-то у тебя было На предчувствии Что этот дяденька Хороший Хороший человек Хороший человек Да вообще Интересный факт Что когда я Параллельно Живя за границей Смотрел иностранных Всех артистов Больших И наших всех Больших артистов И когда вот я Иногда смотрел Творческие вечера Игоря Крутого Песни года Помните Живя за границей Ты смотрел Да За границей я смотрел У нас был русский канал Я смотрел И там тогда выступал Леонтьев Тогда Игорь Крутой Всегда за роялем И я думаю Бо Когда-нибудь Может быть я тоже буду На сцене с ними стоять Ну не зная того Я проработал Девять лет С Игорем Крутым В общем все Что наверное Задумал себе Когда я был маленький Все потихонечку Все таки Как-то сбылось Исполнилось Это приятно Это же значит Брэндон Что нужно продолжать В том же духе Обязательно Я не знаю Спрошу тебя Что у тебя сейчас В твоей голове Задумывается Расскажешь ли ты Что у меня задумывается В моей Глобальной плане Тем более уже сбывается Олимпийский понятен Это мой Я очень хочу сделать Прям большой Творческий вечер Где будут Прям все исполнители Которые у меня написали Песни И это и есть Глобальный концерт Чтобы показать Реально Очень хочется Трехчасовой концерт Я знаю Люди могут и не выдержать Но можно и пять Сделать с моими песнями С твоими песнями Выдержат Поверь Спасибо Я очень хочу сделать Такой большой Масштабный концерт Где придет уже Аня Лорак Ирина Дубцова Сати Казанова Дина Карль В общем все Кому я писал Песни И прям сделать Концерт Где я сижу за Реалем Как это делает иногда Вот Дэвид Фостер Есть такой Иностранный Прекрасный композитор Я вот иногда Смотрю вечерами концерты Восхищаюсь Как же красиво Все Постановлен весь концерт Как же Ну как же и певцы Американские конечно Как же они у него поют И я прям Очень хочу сделать Такой глобальный концерт И это и есть В моих будущих Планах Я надеюсь Очень скоро Ну а тур Концертный по миру Тур концертный по миру Наверняка тоже Приехать и в Берлин Конечно У вас есть повод Посетить Берлин Конечно Очень красивый город Что мы сейчас послушаем Мы сейчас послушаем Песню Самая красивая Женщина Любимая Ох ты Дивных глаз Чистота Чистота Силуэт движений Обронивший тени Да На века Образ твой рисуя Сохранить хочу я Да В небеса В небеса Робко замираю От любви сгораю Я Без тебя Не могу Прожить и дня Без тебя Самая красивая Женщина любимая Сердце стучит Крути Зная Что рядом Ты От любви Улетать И в твоих Объять К чувствам Прикоснуться Что Покорять Сердце Что родное Навсегда Со мною Ты Так Близка Мир Переполняешь Сердце Покоряешь Мое Вновь И вновь Не могу Прожить и дня Без тебя Самая Красивая Женщина Любимая Сердце Стучит Крути Знаешь Что рядом Ты Самая Красивая Женщина Любимая Сердце Стучит Крути Знаешь Что рядом Ты Самая Красивая Женщина Любимая Любимая Образ Твой Женщина Любимая И все Мысли О тебе О тебе О тебе Самая Красивая Женщина Любимая Любимая Сердце Стучит Крути Знаешь Что рядом Ты Знаешь Что рядом Ты Я уверена Что даже если кому-то не хватало вдруг любви, но так сложились обстоятельства, то сейчас Брэндон Стоун, конечно, подарил милым прекрасным женщинам. Чтобы стать счастливым человеком, дорогие друзья, чтобы писать такие волшебные песни, вы можете узнать на концерте Брэндона Стоуна 15 апреля. Приходите. Приходите. Улица Тимирязевская. Театр Золотое кольцо. Как тебе кажется, Брэндон, все-таки основная, скажем так, часть твоих поклонников, это женщины? Конечно. Конечно. Даже если, даже если, сейчас, сейчас, Инстаграм, там написано 74% и остальные мужчины. Если песик, песик, и сердечки ставят, пишут тебе. Приятно, вы знаете, да, это всю жизнь было приятно. Я, кстати, вот был маленьким и всегда хотел быть популярным, не знаю почему. У меня с детства так было. Вот я в пять лет пошел на сцену, мне говорят, может быть, ты там хочешь другой инструмент? Я говорю, я хочу барабанные инструменты, я хочу петь. Громче всех можно стучать, и все будут смотреть на тебя. Да, и когда мне потом уже 18 лет говорили, может, ты все-таки станешь композитором. Зачем тебе эта сцена? Зачем будешь писать песни, всем хиты делать? Кто тебе все это говорил, скажи? Если честно, это мне говорил Александр Давидович Ревзин, режиссер «Новой волны», который... А что он так? Я его спрашивал, Александр Давидович, может быть, мне все-таки на сцену вы меня выпустите? Я все-таки уже четвертое место занял на «Новой волне». Он говорит, Брэнда, ну зачем тебе это надо? Столько певцов, тебе это нужен, этот шоу-бизнес? Не нужен. Давай пиши песни, будешь великим композитором. Я говорю, я не могу, мне слишком будет плохо. Я хочу стоять на сцене, дарить людям счастья. Ну, не знаю, спою, не спою, наверное, и споют, но все-таки хотелось очень вот именно стоять на сцене, и мне очень нужна вот обратная реакция. Когда зал хлопает, дарит мне позитив, я им дарю, это очень-очень-очень наполняет мою жизнь счастьем и радостью. Но вот твое мнение, именно девушки, женщины, почему они, ну скажем так, наверное, тоньше воспринимают твою музыку? Ну, потому что все мои песни для них, о любви, про женщин, о женщин, о девушек, и буду петь всегда только для них. Скажи, супругу, супругу, ты какой песни покорил, жену? Какой песни покорил? Это когда, еще тогда? Ну, когда, когда, когда покорил, тогда скажи. Ну, это 30 лет тому назад. Да, 11 лет тому назад. Самое интересное, что покорил я не своей песней, а песней, как его звали? Никита Малинин «Котенок». «Я лишь для тебя», что-то такое, да? Да, по-моему, вот что-то такое. Я помню, что вот эта песня и была нашей песней, не моя песня. Ты представляешь? Именно это, Никита, тебе поклон, видишь, вспомнили твою песню. Оно звучало, по-моему. Ну-ка попробуй. Сейчас. Я ведь для тебя... Как-то там. Я ведь для тебя, котенок, Ты уснешь со мной на моих руках Маленький ты мой ребенок Я люблю тебя Ты же для меня, котенок Ты уснешь со мной на моих руках Маленький ты мой ребенок Я люблю тебя Мне кажется, Саша, уровень няшности сейчас страны Ностальгия Сашкалила Ну вот песни, да, сейчас же огромное количество, там, особенно в интернете, ну, в большем, может быть, даже в репе, в хип-хопе, наверное, ну, к девушкам часто бывает какое-то обращение такое не очень приятное, то там стерва, то там еще какие-то словечки, там, да, что-то такое себе позоветно. А вот это ты просто таешь, таешь, млеешь и все Ну, как-то я, может, остался еще в том времени, но я считаю, что с девушками говорить комплименты Пожалуйста, и не надо туда выбирать Не надо ей говорить, что ты там, Маша, ну, я как-то, ну, сейчас молодежь так выражается, наверное, сейчас это модно Скажи, а если молодежь к себе обратится и скажет, Брэндон, брат, напиши что-нибудь такое вот Обращаются И? Не проблема, у меня, вот, мы говорили, есть группа одни на двоих Конечно, да, у нас клип крутится Очень молодые и очень талантливые, вот, и сам Олег, участник группы, пишет слова Вот, например, следующая песня будет называться «Грешная», и «Грешная, грешная», и он вдруг использовал слово «В тебя вгрызаюсь» Я, ну, то есть, вместо «влюбляюсь» он сейчас пишет «В тебя вгрызаюсь» Я говорю, ну, это нельзя использовать Потом 10 раз послушал и подумал, что это же можно запомнить и правда То есть, они вгрызаются теперь вместо «влюбляются» Вот, поэтому я, конечно же, за, за те слова, которые сейчас использует молодежь, потому что нельзя быть тоже, знаешь, говорить, не, вот мы раньше вот так делали, а сейчас этого нельзя делать Мы нога ранен Поэтому я дочке тоже, у меня она же тоже растет и будет использовать, наверное, такие слова А сколько дочке сейчас? Семь Семь, а сыночку два годика Да, два года А на какой музыке они у тебя растут сейчас? На папиной На папиной? Хотя нет, я вру Она очень любит Кейти Перри Вот Она слушает Дуа Липа Ну, папа на первом месте, а потом, конечно же, все остальные Нет, нет, теперь Дуа Липа, но New Rules песня, любимая песня моего сына Он всегда кричит, папа, нюру, это, ага, ну, уже, он кричит А дочка слушает Кейти Перри и все, что модно Ну, а мы что сейчас послушаем, Брэндон? А мы сейчас, у нас сколько песен сейчас осталось, две или одна? Две, две песни Две То есть мы сделаем премьеру в конце Тогда мы Как решишь? Тогда мы сейчас исполним песню Давайте песню, которую я написал замечательному певцу Егору Сесареву Песню наверняка все знают, но некоторые просто не знают, что это я написал И с удовольствием исполню песню, называется «С тобой» Отлично When I look into your eyes, I see the endless story Every time you touch my soul, it feels like love and glory Cause you are the one who makes the sunshine bright You are the one who's in my mind Give me the reason to be next to you And live for you С тобой С тобой Зажигая звезды С тобой Знаю, что непросто С тобой Рано или поздно С тобой Всегда С тобой Ты сейчас, наверное, спишь, смотришь снова повторы На листах московских крыш я рисую море И в него И в него И в него спустимся мы с головой Ну и да Нас накроет вверх волна Да ну и пусть Утро смоет красок грусть Я верну С тобой С тобой Зажигая звезды С тобой Знаю, что непросто С тобой Рано или поздно С тобой Всегда С тобой И если ты захочешь Я буду каждой ночью Менять слова и лица Чтобы тебе приснить Ты знай, я буду рядом Мне ничего не надо Только ты Мне нужна только ты И с тобой С тобой Сожигая звезды С тобой С тобой Знаю, что непросто С тобой Рано или поздно С тобой Всегда С тобой Только С тобой Только С тобой С тобой Студия 89 и 9 Концертный зал с Александрой Хайрулиной и Романом Шаховым Концертный зал с Александрой Хайрулиной и Романом Шаховым Друзья, продолжается концертный зал на телерадиоканале Страна ФМ Брэндон Стоун у нас сегодня в гостях Мы слушаем потрясающие романтические песни на волшебные стихи Скажи, пожалуйста, вот по поводу стихов Может быть, книгу издашь вот именно такие, чтобы они были Я не Робка так спрашивает Робка Вообще не поэт Я если пишу, то очень редко Вот бьется сердце Я написал сам Моя любимая песня на минуточку О, спасибо Тогда все Одну и издам Все остальное Все, что вы сегодня слышали Пишет мой друг Михаил Сапожников Потому что мы очень дружим Он живет в Германии И очень-очень много мне написал Вот он точно может издать красивые стихи Плюс отдельно еще Вот самая красивая Это песня Марьяны Майслос Очень красивой девушки Которая мне подарила эту песню А вот потом будет премьера песни Музыку написал я А слова замечательные Даша Кузнецова Которая пишет очень много музыки Нашим всем звездам А тут она прям в роли поэта выступила Так что я нет ни в коем случае Даже не хочу Потому что есть намного лучшие поэты Которые пишут лучше меня И пусть вот то, что я не умею делать Иногда просто получается Но это не значит, что Все можно писать самому Потому что я вот музыку Да, я люблю писать Все остальное даю Дело в руки профессионалам Которые это умеют красиво писать Хорошо Ну, я надеюсь, что поэты сейчас Отметили не так давно, кстати, День поэзии И что-нибудь тебе еще будут присылать Мне кажется, у Брэндона и так уже Присылают часто Такой объем Уже где-то там файлики, да, лежат Людям пишущим ты не запретишь присылать Это правда, я даже не собираюсь этого делать Пишутся, пусть присылают Я с большим удовольствием читаю Про новинку ты хотел рассказать В инстаграме уже кое-что Вчера Стоялась премьера, да И вот я здесь сегодня Да, да, да Ну, расскажи историю этой песни История песни Когда-то ночью За пианином Очень давно Год назад, наверное Очень давно Очень давно Старожилы не припомнят, да Да И записал на диктофон Эту песню И И как-то начал листать И думаю Ничего себе Какая интересная Красивая мелодия Даже забыл про нее А ты на рояле наиграл, да Да, да, я ночью обычно Вот когда Все-таки муза приходит И никто не мешает звонками Все-таки по ночам приходят Чаще Вот чтобы мелодия сочнилась Наверное, да Потом все остальное утром А ночью вот Когда все спят И я могу там А ты подходишь к инструменту И играешь Да, да, да А вот так не получается? И так получается По торговому центру идешь Или где-то в такси И думаешь Блин, какой-то идиот Вот я типа говорю по телефону А на самом деле Записываю на диктофон Мелодии свои Вот так бывает Ну чтобы вот так не держать Я вот так держу трубку Вот А эта песня пришла ночью И я думаю Мне нужны обязательно Какие-то очень красивые слова И тут Так получается сначала Музыка приходит Всегда А потом ты уже подбираешь Да, обычно вот так В крайне Очень редких случаях получается Что я на слова пишу Тут прямо была музыка И я как-то подумал Что все-таки Может быть интересной песней И мы уже с Дашей Познакомились на одной передаче Я попросил написать мне Попробовать написать слова Она не только Она прям прислалась На следующий день Говорит Мне так что-то поперло Я не знаю Я говорю Слушай обалденно все Я даже не Обычно я все меняю Тут слово Тут Тут она все Я не поэт Вот как Ну я просто говорю Что мне нужно Редактор Я редактор Я не поэт Я редактор А тут прям вот С одного раза И прям так красиво легло Что я сказал Что все Это будет мой следующий сингл И я очень рад Что я сегодня здесь у вас И вчера Песня вышла в iTunes Так что Очень буду рад Если будете скачивать Потому что Песня получилась очень Очень по-моему Душевно красивой И я очень рад Что именно она Вышла вчера Мы тебя поздравляем Сольный сингл Давай сейчас послушаем А клип ты на нее планируешь снять? Конечно планирую Просто было так Что мы с Вахтангом Уже клип «Брат» записали Да знаем мы И уже я не успевал Сделать другой клип Потому что мы этот сделали Поэтому мы запустили Отдельно песню «Брат» И сейчас я запустил Без клипа пока Чтобы хотя бы Песня «Брат» Крутилась еще в эфирах А потом После этого Обязательно запущу Но я все равно Уже хотел сольную песню писать Маленький вопросик Послушаем премьеру Скажи, Бринда Ну у тебя много там Где-то на диктофоне Уже вот этих набросочков Зарисовочек Мелодий Каких-то напитых Наигранных Да очень Очень много У меня там Три айфона Еще два самсунга И на всех Я иногда ищу Что я где напевал Иногда кстати можно черпать Я вообще не любитель этого Потому что я обычно Сейчас сяду напишу Но потом думаю А зачем ты это все На диктофон записывал тогда Потом начинаю слушать О точно Вот же мелодия Ты когда-то Потом ее наигрываю И уже сочиняю дальше Вот так происходит И так Как интересно Просто магия какая-то Друзья В песенной кухне Переходим к готовым Да 15 апреля Обязательно нужно Отправиться на концерт Брэндона Стоуна Да В театр Золотое кольцо Сольный большой Интересный концерт Весенний Красивый Ну я не знаю Такая музыка Такой голос Такая команда И такой конечно Певец и композитор Но не могут не нравиться Это Спасибо тебе за этот вечер Спасибо Ребята Спасибо большое Огромное всем Алексей Ершов Артем Латухин Антон Ленков Сегодня со мной И Брэндон Стоун И наши Прекрасные ведущие Прям Очень крутые Очень душевные Смотрим слушаем Премьера 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 Зачем ты здесь со мной сейчас? Любовь моя ждала так долго Кто вверх, кто вниз, так сон не раз Сердце с тревогой у болевого порога Я снова верю в твою любовь И на край света бежать готов На грани зла и добра, лишь бы моей ты была Я снова верю в твою любовь Я снова верю в твою любовь И на край света бежать готов На грани зла и добра, лишь бы моей ты была Я снова верю в твою любовь Окончен день, проспект пустой Мы вновь одни, но не случайно Весь мир уснет, а мы с тобой Под звуки финала Начнем все сначала Я снова верю в твою любовь И на край света бежать готов Я снова верю в твою любовь Я 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 верю в твою любовь И на край света бежать готов Я снова верю в твою любовь Я снова верю в твою любовь За грани зла и добра За грани зла и добра, лишь бы моей ты была Я снова верю в твою любовь В твою любовь Продолжение следует...